Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что мы могли собраться сегодня вместе, и за то, что Твоя милость обновляется каждый день. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что свет Твой, свет Иешуа, восходит над нами и дает нам в сердцах надежду и веру и крепость. Благодарим Тебя, что мы собраны здесь. И я прошу Тебя, Господь, чтобы особенным образом Ты был с нами. Я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты наполнил нас своим шаломом, своим переживанием, своей славой, своей святостью. И дай нам, Господь, поклониться и прославить Тебя. Я хочу помолиться молитвой Амидат. Баруха Та, Адонай, Элухейну, Элухей Аботейну, Элухей Авраам, Элухей Ицхак, Элухей Яков. Элле Гадоль, Вагибор, Ванура, Элле Леон, Гомель, Хасидим Товим, Веконе Аколь, Везухрей, Хасдей Абот, Вемевигу Элле Бнеевнеем, Лиман Шмо Баава. Баруха Та, Адонай, Баруха Та, Адонай, Маген Абраам. Баруха Та, Адонай, Баруха Та, Адонай, Маген Абраам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 который превыше всех. Господь, прошу Тебя, прославь Твоего Сына Ешуа и прикоснись к тем из нас, кто болеет, обновляя в нас силу, обновляя в нас исцеление сверхъестественное. Мы благодарим Тебя. Я знаю, Господь, что прежде всего Руаха Кодиш заботится о наших душах, чтобы мы были научены и наполнены миром радостью и обновлением. Но есть нужда в том, чтобы исцеление могло быть и протекать через наши тела. Просим Тебя, Господь, приди к нам. Башем Ешуа, Амашех. Все это скажут? Амин. Все помнят Дена Джастера, да? Такой высокий. И он пригласил Итана и меня вместе с ним поехать на одну конференцию в Даллас, это в Америке. И я первый раз был на подобном мероприятии. На нем собралась целая толпа, человек 400 людей, которые руководят целыми группами общин. Там были люди из Южной и Северной Америки, из Африки, из Азии, со всего мира. И я перед отъездом позвонил Мише и Наташе и говорю, вот Маргиш, Беколев, сделайте, это было в последний день. Вот этот флаг, видите, флаг на нем написано Израиль незаменим. Ну, на нем написано по-английски. И они там вдвоем кинулись быстро-быстро это все оформлять. И я должен был уезжать из дому в 5-6 часов вечера. Короче говоря, в течение нескольких часов они все это организовали. И вы знаете, конференция была очень крутая в том плане, что люди, которые там были, это, как я сказал, руководители целых ветвей. То есть, ну, все такими умными вещами говорили. Было очень интересно послушать, даже для личного понимания каких-то вещей, потому что мы здесь тоже многим связаны. И через нашу УАЗИС медиапрограмму мы касаемся тысяч человек, если кто-то не знает. И занимаемся разными вещами, хоть как община, мы не такая большая община. Надеюсь, будет больше. Но было интересно увидеть, как люди в Северной, в Южной Америке, какие у них переживания. Сейчас во многих из этих стран мира массы людей приходят к вере. Просто чтобы напомнить, в свое время, когда стоял храм, то в храме священник производил служение, стоя по направлению к западу. То есть, ну, как бы благословление происходило с востока на запад. И вот такое ощущение, что вот это вот Слово Бога, написано, из Сиона выйдет Тура, у Двара Дунай, мы Иерушалай, закон выйдет из Иерусалима, и Слово Божие из Иерусалима. И они как бы должны выйти с запада и вот обогнуть землю. И вот, если мы смотрим исторически, Брита Хадаша рассказывает нам, что когда евреи присоединились, то есть, утвердились пред Господом не только Беко Ахшел Тура, не только в силе Туры, но и в силе Нового Завета, благословение стало из Израиля простираться на другие народы. И оно не пошло на восток, оно пошло на запад. Оно попало в Грецию, в Рим, потом оно исторически, мы читаем, перешло Англия, Испания, потом пошло дальше, через Колумба и через тех людей, оно перешло в Америку, спустилось в Южную Америку, и потом оно пошло дальше, и стало накрывать ту другую часть мира, имеется в виду Китай, Корею, и начинает как бы продвигаться сейчас в сторону Иерусалима. Вы знаете, мы здесь в общине, вообще в Израиле, не только в нашей общине, мы имеем здесь такие служителя, у нас в Израиле примерно 150 общин таких, как наша. И периодически мы собираемся, и просим Бог просто обновить здесь веру, но мы видим, что пока это только типот, только маленькие капли, там кто-то присоединяется, там кто-то приезжает, тут кто-то приходит к вере через какие-то обстоятельства, но нет такого, чтобы вот массово-массово, в Китае сегодня 7 тысяч человек приходят к вере ежедневно. Кульон. Там сейчас полтора миллиарда человек, а у них верующих примерно 100 миллионов человек. 100 миллионов. Это за 15-20 лет все случилось. В Южной Америке, по всей Южной Америке, примерно 20 тысяч человек воссоединяются с верой. То есть там как бы давно была вера, но там она у них обличена в такое идола, всякое с иконами, всякой ерундой, ну такой вудализированных католицизм. Там сейчас идет целая перетряска. Но! И вот мы слушали все вот эти вот проповеди, все эти вот вещи, но одна штука отсутствовала на конференции. Там как будто у народ не включался, хоть они все такие были, ну тут ахим, просто гдолим. Все люди очень-очень известные по всему миру. Ну мы здесь их мало знаем, они по всему миру их знают много. Но про Израиль они просто угрюмо молчали. Просто угрюмо молчали, как будто в голову не доходило. И там даже цитировались такие места, как типа, вот народ Божий, Сион воссияет, и пастор открывает, Библию этот, не пастор, а у них там у всех такие титулы повыше, чем пастор. Короче, открывает, и он читает, Сион восстанет, и восстановит, и он переводит. Это говорится про нас, про верующих. Там написано, Сион, или Господь пришел, чтобы вас, и вот этот флаг, на котором написано, Исраиль незаменим, он был там как бы в тему. И мамаш в тему, потому что, вот это вот у них не линкало. И на каком-то этапе они дали Дену, то есть мы там с Айтаном были с гостевыми тагами, просто как гости, там все мемберсы, ну члены и все такое. А Дену Джастеру дали подняться на трибуну, чтобы он немножко поделился, и он нас тоже поднял, и как бы для нас был издомнут, сказать. И потом люди нас останавливали, просто за рукав, отдергивали, и просто, и знаете, что было интересно, африканцы и южноамериканцы, они эту тему всекут классно. Просто на той конференции, она вообще как бы, но и они сами, как бы вот, и Итан им говорит, я очень желаю, чтобы в следующем году вы такую же конференцию сделали в Иерусалиме, потому что как бы магия вам, чтобы вы немножко поняли. Короче говоря, было очень интересно, а потом я еще два дня был в одном городишке, которое на латино, на испанич, он переводится как желтый, амарилла. Там одна община, я с ними познакомился в феврале этого года, когда тоже был в Америке, и они стали немножко поддерживать то, что мы здесь, то, что вот Женя выходил и говорил, работу с нашей молодежью, и я как бы чувствовал Итхеевуд обязанным съездить туда на два дня, и они так круто восприняли все. То есть у них тоже в этом далеком-далеком Техасе про Израиль только эмоционально. То есть они там все бойцы, и пастор мне говорит, вот мы с охоты вернулись, и показывает, то есть у них вот как бы свои интересы, показывает мне карточки, там они оленя застрелили, и там кабана вот такого вот лежит, вот такой. Я говорю, у нас здесь другие охоты, мы здесь на другие вещи охотимся, ну им было очень как бы интересно, и у меня был пауэрпоинт, мне Аня помогла сделать пауэрпоинт, и я им просто показал немножко лица. Короче говоря, ко мне много людей подходили, один мужичок подошел, говорит, я недавно был там в ваших краях, я говорю, где ты был? Он говорит, я три с половиной года в Ираке воевал, ну примерно в наших краях, но вы знаете, Макс, он сказал, это каха, знаешь, что, это было то сказано, но он за нас, то есть там же они в Ираке, как бы не только за американский интерес, они что же, за наши интересы, воевали, и просто, как бы, простые ребята, но они молятся за нас, как бы, молятся, молятся, вот как в феврале, был вот просто постоянно, и молитва. Еще одну вещь я хочу рассказать, то есть мы не включали всю общину, потому что не хотели нагружать, но вчера мы здесь делали маленькое мероприятие, к нам приезжала вчера группа из Азии, из Японии, Кореи, Филиппин, Бангладеш, Сингапур и Тайвань, семи стран, и ко мне подходили люди из Бангладеша, и говорили, мы молимся конкретно за людей вашей общины, я говорю, откуда у вас наша информация, ну мы слышали там через какие-то эти, вот, и Бог нам положил, я просто хотел сказать, народ, мы иногда чувствуем себя немного кинутыми и заброшенными, и есть действительно люди, которые про Израиль вообще ничего не знают, но написано в Исаии в 61 главе, помните там слова, которые потом Ешуа цитировал в синагоге, когда про себя говорил, Ду Господа Бога на мне, кто помнит эти слова? Ибо Господь помазал меня, помните? Так вот, он цитировал часть из пророчества, которая говорит, и наступят времена, когда Бог помилует Сион, то есть там, он только часть процитировал, и восстановит Сион, и назовут вас восстановителями развалин, то есть, почему мы часто здесь эмоционально сталкиваемся с таким противлением, потому что мы живем в месте, которое восстанавливается, не только физически, но и духовно, а кто когда-то перестраивал дом, новый строить всегда легче, но Богу важны основания, и поэтому вот эта вот духовная вязкость, так там написано, и придут иноземцы, и будут служить, и помогать вам строить стены, вокруг нас есть много людей, которые поддерживают, короче говоря, они здесь были вчера, и как бы я уже получил там целую кучу отзывов, они говорят, о, мы благословлены, что могли быть здесь среди вас, спасибо за внимание, мы продолжаем молиться, вот это вот я вот хотел вам сказать, а сейчас хочу вернуться, ле давар элогим, ле давар элогим, и я хочу несколько моментов, фрагментов еще прокомментировать, прокомментировать из недельного, из недельной главы, и мы читаем здесь в самом начале, а где Давид, никто не сидит за пультом, если можно высветить, Бытие 25-22, Бытие 25-22, написано, пошла Ривка вопросить Господа, помните эту ситуацию, то есть она была беременна, она чувствовала, что там двое не у нее, и они все время там внутри толкались, и она пошла вопросить Господа, кто-нибудь когда-нибудь задавался вопросом, кому она пошла вопросить Господа, то есть вот у нее под боком муж, который пророк, но она пошла к кому-то вопросить Господа, ну, помните это старое высказывание, что пророк не популярен в своем доме, то есть в своем доме он всегда может пророчествовать, а вот вопросить, чтобы убедиться, ну, я вам хочу сказать, первое, Господь говорит к своим, то есть если вы чувствуете себя своими Господу, он вам говорит, но не всегда нужно искать ответов, вот, знаете, на какие-то жизненные моменты, вот посреди вот нас самих, допустим, жениться или не жениться, а может, помните эту историю, да, иногда нам нужно вопрошать Господа и просить подтверждения со стороны, от людей, которые бы даже толком нас не знали, я вам расскажу еще одну историю с этой конференции, долететь до Далласа было достаточно далеко, это 11 часов в самолете до Америки, 4 часа в аэропорту там, в Нью-Йорке, и потом еще 5 часов лета до Далласа, короче, мы прилетели туда с летаном готовые, и конференция уже час как шла, мы быстро-быстро искупались, переоделись, побежали на конференцию, и это было по тому времени, часа 3 дня, или 2 часа дня, а у нас это уже другое время, во-первых, мы столько часов не спали, а во-вторых, наше время уже другое, нам нужно спать, и ты с такими глазами вот так вот поддерживаешь глаза, и в конце мы пошли поужинать, и мы хотели просто сесть за столиком, просто вдвоем, в гостиничном там таком ресторанчике, и почему-то мельцар, этот официант, сам поднял стол, как в Израиле, в кафетерии, и перетянул наш стол в другой, говорит, вот сидите вместе с ними, ребята были из Австралии, две пары из Австралии, ни я, ни Итан их никогда не знали, и мы сидим кушаем, они откуда вы, оттуда мы, мы откуда, мы оттуда, ну просто так обычно, это вот они тоже, и вдруг один парень просто с вилкой так накалывает вилку, и он начинает нам, сайтанам, пророчествовать, это вот по этой теме, и пошли попросить Господа, а мы были уставшие, и я когда слышу слишком большие слова, особенно, ну вот я приехал туда, тут сразу большие слова, мы завоюем мир, ну там они же все такие, они с нашими рутинными проблемами, у меня такое сразу было немножко саркастическим, и тут этот мужичок начинает пророчествовать, и он начинает, как будто с книги читал, я давно такого не видел, он нас не знал, и он мне говорит, и Итану, и Итану, и мне, и мы друг друга знаем, поэтому мы можем как бы сравнить, что это не просто какая-то, как будто с книги читал, я его пригласил к нам, и говорю, когда будет возможность приезжать к нам в Израиль, и послужи нам, потому что некоторые люди нуждаются в ободрении, кстати, какое сегодня число? На следующей неделе, это есть там в объявлении, или нет этого в объявлении? Там написано или нет? Окей, значит у нас большая ошибка, и большая проблема, проблема и ошибка такая, на следующей неделе, 27-го, мы здесь собираемся в 5 вечера, и 28-го собрания, я пригласил пару, которых я знаю примерно 20 лет, явно с даром пророчества, явно с даром пророчества, и кому это интересно, чтобы вам послужили, Баофен Аль Тиви, сверхъестественным образом, потому что пророк не популярный, пожалуйста, пометьте у себя, 27-го, нет, там 28-го, это Шаббат, 28-го, это Пятница, значит, это будет 28-го и 29-го, 28-го и 29-го, я вам просто хочу сказать, мы здесь вообще не изучаем Священное Писание, и достаточно в них поднаторили, я думаю, неплохо мы изучаем Священное Писание, но я пригласил эту пару, Давида и, как ее зовут, Давид и Рудольф, и его жена, да, пожалуйста, это будет обычный, Шаббат будет как обычное собрание, в пятницу мы в 5 часов вечера здесь собираемся, не будет каббалат Шаббата со столами, потом может будет что-то такое, типа бутерброда в рот затолкать и все, а Валь, мы собираемся, чтобы просто лейтранен, я приглашаю всю общину, если вам это интересно, и я знаю этих людей много-много, Нин, как ее зовут, Давида и жену? Эмма, Давид и Эмма Рудольф, Давид и Эмма Рудольф, они раньше жили на Кипре, сейчас они живут в Иерусалиме, короче говоря, они у нас 28-го и 29-го, ребята, приходите, потому что, я надеюсь, что это будет для вас служение, служение, не забудьте, не забудьте, короче говоря, вот мы читаем, что Ривка пошла вопросить, иногда нужно, чтобы со стороны тебе сказали, и я уверен, что есть среди нас люди, которые ищут определенного водительства, вот люди со стороны приедут, которые имеют, да, еще один момент, который здесь описывается, и вот Ростик дал шикарное толкование про Исава и про Якова, и Яков это человек, который стремится к Господу, а Исав, что-то было любиседр с ним, Новый Завет про Исава говорит очень жестко, кто помнит слово, которое про Исава говорится в Новом Завете? Да не будет среди вас такого блудника и белопоклонника, как Исава, Новый Завет Исава называет блудником и белопоклонником, то есть два брата, я, знаете, хотел этот момент направить в другом отношении, мы как люди очень часто в себе имеем этих двоих, слышим меня? там живет и Яков, и там живет Исавчик. И когда мы люди, далекие от Бога, этот Исавчик часто поднимается и делает из нас людей хитрых, гадких и гордых, манипулятивных, которые заставляют других танцевать вокруг. А Яков, тот внутри нас, он подавлен. Но когда мы принимаем от Господа жизнь, то там записано, что вы, Брияха, Даша, вы новое творение, и Роха, Коды живет в нас. Еще говорит, должно вам родиться свыше. И это сила от Господа и личность от Господа, которая наполняет наше сердце. Знаете, для чего? Чтобы Исавчика подавлять, а Якову давать место подниматься, чтобы там внутри развивалось вот то, о чем Павел говорит, а я желаю, чтобы у вас были чувствования Господни, то есть характер Господень. Слышите меня? Это послание сегодняшней недели. И я очень надеюсь, что каждый из вас слышит это. Еще один момент. Исав пренебрег первородством. Ростик очень здорово это объяснил, и ну как бы это было не что-то спонтанное, но я хочу сказать, что по жизни по жизни мы как часть Израиля, которая подгружена не только в Синайский Завет и Сефер Тура, но имеем еще что? Что мы еще имеем? А? Мы имеем благословение и откровение Ишуа Машеха. Вы знаете, в общем послание к Римлянам говорит, до сегодняшнего дня в глобальном плане это для Израиля еще закрыто. То есть мы получили посреди Израиля особое благословение, я бы его, ну, может быть, в каком-то роде назвал бы первородством. Да не найдется среди нас такой подобный Исау, который вот эту вот близость Ишуа к Господу из-за каких-то внешних различных лживых выгод подавит и пренебрежет. Писание, ребята, можно закрыть окно? Это будет чуть-чуть менее шумно. Это говорит о том, что по жизни мы можем подвергнуться искушению, чтобы из-за каких-то причин отодвинуть. Ишуа говорит, кто постыдится меня перед людьми, того я постыжусь перед ангелами и отцом своим. Я хочу сказать, что веровать в Ишуа, несмотря на то, что мир вокруг нас, окружающий, пытается сказать, что это изъян и дает нам чувство ну какого-то дискомфорта по священным писаниям. Это величайшее благословение, потому что весь Исраэль спасется и познает ничего, но это будет в определенном будущем, а мы уже сегодня, уже сегодня получили эту печать. И это нужно держать, не уподобляясь Эссабу. А, это не наше, некоторые здесь говорят. А, это наше на сто процентов наше, но оно должно быть, разумеется, в разумной интерпретации. И те из вас, кто понимает английский, здесь вчера у нас сидели вот эти азиаты, и мы им написали, мы можем благовествовать Израиль с Божьей мудростью, с силой Святого Духа, и там написано Вис Кошер Гаспел с Кошерным Евангелием. Нам нужно Ешуа показать своим Кошерным, каким он является. И это для нас важная штука. И это вопрос молитвы, это вопрос призывать Господа, чтобы он помогал нам это делать. Если ты хочешь быть добрым свидетелем и светом для нашего народа, то тебе очень важно получить от Господа откровение, а не идти, как баран на ворота. Потому что если ты показываешь Израилю и Ешуа своего, это ответ. еще один момент. И сейчас я хочу перенестись в я хочу перенестись в Евангелие от Марка. Потому что это то, что мы читали. Кто помнит, какие главы Марка на сегодня читались? С первой по пятую. то там написано, что когда Ешуа пришел, то стал говорить людям, ибо приблизилось к вам Царство Небесное. Вы знаете, когда они его видели, то возражать много не приходилось, потому что через него совершались чудеса, которые свидетельствовали, что Творец миров находится в непосредственной связке с этим Машиахом. И интенсивность там была другая. Но если мы говорим о Царстве Небесном, которое приблизилось, то и рассуждаем по временам и срокам, то оно к нам приблизилось уже намного больше, чем в те времена. Кто меня понял? Поясню. Царство Небесное в силе придет в определенном будущем. Мы живем на две тысячи лет позднее, чем те обстоятельства, которые случались там. И мы технически по годам ближе к Царству Небесному, чем те люди, которые жили во времена Господа. Но уже тогда, благодаря силе Руаха Кодыш, это царство и век грядущий проникали в них, потому что Господь говорил силы. Сегодня, к сожалению, такой интенсивной силы, наверное, мало, где можно найти, но если мы сразу складываем все эти проявления, которые Бог проявляет по всему лицу земли, возможно, сегодня происходит всего намного больше, чем тогда две тысячи лет, и технически мы ближе к пришествию Господнему. И вот сейчас я хочу сказать вам еще в одном из своих Евангелий говорит такие слова. Он говорит блаженны вы, которые видели, помните, он этому хамине верующему говорит, видели, слышали и даже потрогали меня, но более блаженны вы, если вы поверили без того, чтобы пощупать, потрогать и увидеть. А другое место говорит, что Боже, благослови тех, которые слышат меня, и благослови тех, которые уверуют по слову других. Я хочу сказать, что слова и актуалии, которые Господь еще приводил в этот мир, сегодня так же актуальны, как тогда 2000 лет назад. И если мы сегодня одели очки, которые заставляют нас смотреть на помощь технологическую, медицинскую, экономическую, человеками развитую, то нам иной раз нужно снять эти очки, чтобы посмотреть на Господа Бога, который хочет открыться нам в силе уже сейчас. И вот Евангелие от Марка с 1 по 5 главу. Там только одни такие цитаты. Пришел в синагогу, увидел человека сухой рукой, что говорит протяни ее. Пришел в другую синагогу, увидел человека расслабленного, что такое расслабленный, вы знаете? Парализованный. Человек, которого что-то, может быть инсульт пережил человек, а может ударился, а может таким родился. ДЦП по-русски говорят, центральный паралл. И написано и исцелил его. Там некоторые, почитайте это Евангелие, там некоторые пришли и говорят Господь, не говорили так, нет, как он может, помните эту ситуацию с тем расслабленным, он говорит, прощаются тебе грехи твои, встань и иди. А там были люди, которые словам придирались. Сегодня тоже есть много людей, которые словам придираются. И они стали придираться к его словам. Кто ты такой, чтобы слово сказать, прощаются тебе грехи твои, только Творец может прощать грехи. Он говорит, если Бог со мною, то и второе мое слово исполнится. Встань и возьми свою в кровать и иди. Оно исполнилось. То человек встал и поднял. Сегодня есть много болтунов, они говорят такие вещи. Я иногда вижу по разным передачам эти вещи. Вы там пришлите нам 20 долларов, и мы пришли. В Америке это очень развито, кстати, там они рекламу жесткую делают. Типа купите эту таблетку, она стоит столько-то, она вам поможет, а если нет, напишите нам через две недели, мы вам вернем деньги. То есть человек послал 20 баксов, ему потом уже просто даже лень, естественно не подействовало, ему даже лень второй раз писать. Знаете что? Еще и его слова касающиеся прощения и прочего равны, потому что исходят от сына Божьего. И читая дальнейшие стихи Марка, мы только и видим, восстановил расслабленного, исцелил и очистил прокаженного. Написано, он пришел в одно селение, и дочь начальника синагоги умерла. И он говорит, спит она, и хотел воскресить ее, а над ним смеялись и говорили, а уйди, ты что, вообще что ли? Спи, она умерла уже. И он выставил их, написано, встань, и встала она. Знаете, эти слова сегодня к нам также обращены, но заставляют ревновать. Боже наш, почему мы сегодня нечасто видим эти вещи посреди нас? Некоторые пытаются играть в дары. Вы знаете мое мнение на эту тему. И я не люблю этого, потому что можно раз, два, три, четыре, пять раз сыграть, но потом тебе играть надоедает, когда ты видишь боль, страдания не уходят. Но я верю, что обетования, которые записаны в Новом Завете, и которые прежде всего много народа Израиля, хоть сегодня есть много чудес происходящих там в Африке у них и в Китае, и где только, а у нас почему-то маловато, но возможно это вопрос ревности. Придите ко мне, стучите отворять вам, а мы немножко подразучились, потому что все просто двигается ровно, более-менее и сабаба. Я сегодня учил вас несколько вещей. Исава, водавляя, у вас есть рох, кодиш, Писание говорит, что в новое творение в Ешо. Ревнуйте о нем, чтобы дал вам видеть силы грядущего века уже сегодня. А если мы и далее продолжим быть стоячей водой, то стоячая вода, она заболачивается. Пусть Бог нам поможет искать его. Возврати нас в Гошевейну в Энашува. Все равно от него много зависит. Но нас, наша роль, это стучаться в дверь, и она тогда творится. Я хочу попросить вас сейчас встать, чтобы мы могли вместе помолиться, и мы вместе уберем свет. небесный отец, я прошу тебя от лица всей общины прощения за достаточно четкий путь пшары, компромисса. Когда мы двигаемся медленно, не желая ревновать, молю тебя, Господь, помоги нам избирать путь святости, путь Якова, а не путь Эсава. И я молю тебя, Господь, чтобы ты трансформировал нас потом из Якова в Исраэля. Сначала нужно подавлять Эсава, потом нужно держаться за Якова, и потом мы становимся Исраэлем, ближе к тебе, ближе к твоим понятиям. И я молю тебя, Господь, чтобы ты возродил в каждом из нас желание ревновать о силах века грядущего, которые уже были неоднократно явлены, но я тебя прошу, Господи, чтобы ты помог нам их видеть посреди нас, когда наши молитвы отвечены, когда пророчество и когда знание, и когда сверхъестественное помазание приходит к нам, и мы двигаемся. Прошу тебя, Господь, будь ближе к нам. Я молю тебя, Боже, Башем Ишуа Машеев. Амин. Макс, давайте мы уберем свитки. Саша, помоги нам. Макс, 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 Амин! Амин! Амин!